Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы будем читать 146-й псалом. Этот псалом призывает хвалить и Господа, созидающего Иерусалим, собирающего изгнанников и врачующего скорби их. Ему подчинен весь звездный мир, он, Господь, производит все растения и посылает свои особенные милости только боящимся его. Вот так содержание этого псалма сформулировано в толковой православной Библии преемников Лопухина. 146-й псалом имеет надписание «Аллилуйя», то есть это такой аллилуарный псалом, хвалитный псалом, и такое же надписание мы видим и в еврейском тексте. «Аллилуйя», то есть «Восхвалите Господа». И здесь как бы это слово, оно есть в надписании по саптуагенте и по славянскому, и в самом тексте псалма. То есть получается так, псалом 146-й, «Аллилуйя», и опять «Хвалите Господа», это тождественно синонимично «Аллилуйя», «Ибо псалмопение благо». Вот здесь как бы новая тема возникает. Мы подходим к окончанию нашего изучения псалтыри, и человек, который дошел до самого конца, вдруг узнает, что само псалмопение, то есть воспевание этих псалмов, это само по себе благо. То есть это некое счастье, что человек может это делать, такой человек благ, который воспевает Бога по псалтыри, по псалмам. «Ибо псалмопение благо добудет приятным Богу наше славословие». И с еврейского прочтения начала этого псалма «Восхвалите Господа, ибо хорошо воспевать, то есть восхвалять Бога нашего, ибо песнь приятна, достойна хвалы». То есть это счастье для человека прославлять Бога в псалмах. Почему? Потому что это уподобляет человека ангелам, служение которых и заключается в таком непрерывном прославлении Бога, когда ангелы закрывают свои лики, закрывают свои телеса, условно, парят в воздухе и только восклицают «Свят, свят, свят, свят Господь свал». Почему они закрывают лики? С одной стороны, они это делают для того, чтобы не принять за Бога то, что не есть Бог, а с другой стороны, во время восхваления Господа, они не хотят не видеть ничего другого. Ну, как в Евангелии сказано, «А ты, когда молишься, войди в дом твой, закрой дверь, помолись отцу в тайне». Закрыть двери можно таким образом, закрыть глаза, как бы не слышать ушами, не отвлекаться ни на что, ни на что. Главное – это взирать на начальника и совершителя жизни и продолжать свою молитву. И это благо добудет приятным Богу наше слабословие. То есть, когда мы концентрируемся на нем одном. Этот псалом небольшой, всего 11 стихов, и мы читаем второй стих. «Господь, построяющий Иерусалим, соберет рассеянного Израиля». В нашем христианском прочтении Иерусалим – это образ церкви. Значит, Господь, созидающий церковь, а Христос сам говорит, «Я создам церковь мою». Господь, построяющий Иерусалим, собирает рассеянного Израиля, то есть рассеянных чад Божьих в единство церковное, единство экклесии народа Божия. Он исцеляет сокрушенных сердцем и обвязывает раны их, то есть приходящих из мира в церковь, в этот духовный Иерусалим, исчисляет множество звезд и всем им имена нарекает. То есть на небе существует бесчисленное количество звезд. Это только то, что мы видим. Когда люди вооружились мощными телескопами, они поняли, что это какое-то бесконечно огромное количество звезд. И оказывается, что Господь исчисляет множество звезд и всем им имена нарекает. Наречь имя означает подчинить своей власти, подчинить своей воле. То есть все миры, они под управлением Бога. Но здесь множество звезд – это множество уверовших. Ведь Бог сам сравнивает потомство Авраама как неисчислимое количество звезд. А потомки Авраама – это последующие веры Авраама. Исчисляет множество звезд и всем им имена нарекает. То есть он исчисляет жизнь каждого из нас, каждого крещеного, каждого миропомазанного христианина. Велик Господь наш. И велика сила его. И разум его непостижим. Действительно, разум его непостижим. Он управляет бесконечно огромными и бесконечно малыми какими-то величинами. Непостижим его разум. И об этом часто говорится в Псалтире. «Принимает кротких Господь, а грешников унижает до земли». Что значит «до земли»? То есть не сводит их в состояние праха. А состояние праха – это состояние предсуществования. Ибо человек и был создан из праха земного, как сказано, и создал Господь Бог человека из праха земного. То есть жизнь грешников как бы неоправданная. Они возвращаются в состояние праха. Прах ты и в прах возвратишься. А души кротких принимаются Господом, а дух возвратится к Богу, который дал его. «Начинайте Господа прославлять!» Восклицает псалмопевец в начале 7 стиха. То есть вступайте в этот оркестр, прославляющий его, уже прославляющий его. Пойте на гуслях Богу нашему, то есть на струннах. Он покрывает небо облаками, то есть тот, который исчисляет все звезды. Вот наш мир на нашей маленькой планете, который вращается вокруг не самой яркой звезды по имени Солнца. Он покрывает небо облаками, приготовляет для земли дождь, произращает на горах траву и злак на пользу людям. То есть тот, который всем звездам дает имена, он же произвращает на горах траву и злак на пользу людям. То есть промышляет. О всем творении такой травою кормятся животные, служащие человеку. Да, это обращает внимание златоуст. Если говорить о траве и злаке, который произрастает в горах, то это гордые козы. Они питаются такой травой, таким злаком на пользу людям, потому что животные используются людьми. Это их молоко, их шерсть, их мясо. дает скотам пищу их и птенцам ворона, призывающим его. То есть он кормит скот. Дает, то есть щедрой рукой все необходимое и о птенцах ворона не забывает. А ворон – это не чистая птица по Моисееву закону, но это тоже творение Божие, и Господь помнит об этих птенцах, которые кричат, как бы молитвенно призывают его. Не силу коня он любит, то есть Господь, и не к быстрому бегу мужа благоволит. То есть, ну что такое движение коня, там даже бег мужа, какого-нибудь спортсмена, олимпийца, не к этому благоволит Господь. Благоволит Господь к боящимся его и уповающим на милость его. Вот это очень красивый, очень поэтический псалом, потому что здесь мы видим и множество звезд, которым Господь нарекает имена, и птенцов ворона, которые призывают Господа, а не голодные, и траву и злак, которые растут на горах, и забота Бога о тех, которые боятся его и трепещут перед чудным именем его. Восторг